Резкое повышение температуры привело к изменению вегетативного периода. Кыргызстанские эксперты советуют использовать экономичные способы полива, а именно капельные. Улучшить водную инфраструктуру и засеивать поля только качественными семенами. Это поможет аграриям спасти урожай и избежать экономической трудности. То есть непосредственно сельхозпродукцию мы должны будем полностью адаптировать на изменение климата. Если мы это все адаптируем на местах, тогда у нас будет прекрасно вовремя получать урожайность. Потому что из-за изменения климата у нас даже вегетативный период изменился. Вместо того, что у нас 90 дней спеет, у нас начало сокращаться на 20 дней автоматически. Поэтому нам нужно будет за этим всем успевать. И мы должны будем полностью на научном методе переходить на более рациональное использование не только воды, и на рациональное использование семян. Кыргызстану угрожает не только маловодие, но и появление большого количества воды. Проблему на себя ощутили жители северо-восточной части Сокольской области. Селевые потоки, возникшие от бурного таяния ледников и аномальной жары, представляют большую угрозу южным региона. Один из выходов – противостоять проблеме – увеличить зеленые насаждения. Получается, из-за того, что у нас было слишком жаркое лето, у нас, получается, потоки воды именно пришлись на осень. И вот сейчас, на текущий момент, увеличение воды пошло потока сейчас. И в этот момент она просто взяла и все начало, как говорится, селевые потоки начали именно угрожать непосредственно местному населению. С лесопосадки для того, чтобы все овраги могли бы аккуратно засеять, сеянцами, саженцами, чтобы вода, поток могла задерживать. Чтобы они сами себя, и там она будет более-менее работать. И плюс инфраструктуру, которую в течение 30 лет у нас, как говорится, не было нормально развита, мы должны ее обратно восстановить. Последствия изменения климата, такие же, как и в Кыргызстане, ощущают другие страны Центрально-Азиатского региона. Для Узбекистана актуальна гидровогическая проблема – увеличение неравномерных осадков и селевые паводки. Причем прорыву высокогорных озер подвержены жители этих зон, поскольку там развивается бурная жизнедеятельность. Поскольку изменение климата – это такое и опасное явление, которое подвержены все страны, это такая проблема как бы трансграничная, международная, поэтому прежде всего это развитие, укрепление сотрудничества в регионе, развитие сотрудничества. Это совместное мониторинг, проведение совместного мониторинга наших высокогорных зон, горных зон – это развитие приборов и инструментов на всем регионе Центральной Азии, чтобы была единая система, например, радиолокационных наблюдений, которые сейчас в Узбекистане развиваются, но в Центральной Азии нет как бы единой такой платформы. Стихийные изменения должны сплотить страны Центральной Азии. Как отметили в МЧС, в сотрудничестве поможет система раннего предупреждения. Единая информационно-управляющая система уже давно работает в Кыргызстане и заранее оповещает жителей об экстремальности погодных явлений и готовности к ним. На 25% сокращены из-за рисковой таяни ледников. И, конечно, они приводят к каскадным таким угрозам, рискам. Одним из них является образование массового количества высокогорных прорвопастных озер, которые могут в любое время прорвать и, конечно, она может затронуть негативно те населенные пункты, которые расположены внизу. Комплексная система информирования населения охватывает все уличные сирены. Это, как говорили, мы сейчас автоматизировали. Мы ввели систему перехвата всех онлайн-телевидений, радио. И, кроме того, смс-передача и, конечно, выведение информации на уличное табло. Все это направлено на безопасность нашего населения. Внедрение системы раннего оповещения поддерживается программой развития ООН. Было призвано, чтобы к 2027 году каждый человек был защищен этой системой в течение пяти лет. Такая важная система ответа, как система раннего оповещения, раннего реагирования. Она, конечно же, помогает спасти человеческие жизни и материальную базу, поскольку помогает вовремя реагировать, предупреждать, спасать людей в этих критических ситуациях. Для меня также важно подчеркнуть сегодня роль и наше партнерство с Министерством по чрезвычайным ситуациям Кыргызской Республики. Нас объединяют долгие годы сотрудничества в данной области, создание систем мониторинга, центров реагирования, информирования населения. И, конечно же, ключевая роль здесь – представительство Европейского Союза. Таяние ледников – вершина айсберга последствий, вызванных глобальным потеплением и в результате изменением климата на всей планете. Эту проблему озвучил президент Садар Джапаров на трибуне 78-й сессии Генассамблей ООН и на саммите по целям устойчивого развития ООН. Второй глобальный горный саммит «Бишкек плюс 25» в 2027 году еще раз платит работу международных сообществ. Кыргызстан выступает за создание широкой коалиции горных стран. Адаптация к изменению климата и переход к зеленой экономике будут одним из главных приоритетов этой будущей коалиции. Разработанная национальная дорожная карта по реализации пятилетия действий по развитию горных регионов на период 2023-2027 годов сочетает в себе мероприятия глобального масштаба, в том числе в рамках действующих и перспективных проектов и мер по целям устойчивого развития. Хочу с этой высокой трибуны пригласить всех принять активное участие и внести свои конкретные обязательства для сохранения горных экосистем. «Бишкекский диалог высокого уровня в этом году, посвященный вопросам систем раннего оповещения, как ключевых элементов построения климатической устойчивости, сплотил наших ученых с экспертами из Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Борьба над общей проблемой будет продолжена». Салима Дюшимбекова, Шаршинбай Аканбеков, Джумабай Смоналиев, УТРК, Чуй. Салима Дюшимбекова, Шаршинбай Аканбекова, Шаршинбай Аканбекова, Туркменистана, Туркменистана, Туркменистана. Продолжение следует...